это видео предупреждение предостережения у меня давно моя мой лаптоп это как маленький компьютер переносной у меня там встроена видеокамера но сейчас во всех во всех компьютерах встроены видеокамеры так вот он у меня эта видеокамера она у меня всегда заклеена пластырем вот этот пластырь который клеят на мозольчике на ногах там есть кусочек ткани и остальной пластырь так вот сама камера закрыта тканью и меня все время спрошу то почему тебя камера так да потому что я давно читала в интернете и предупреждала там через фейсбук или ребятам через по-моему через одноклассники предупреждал ребята будьте осторожны вас смотрят может быть вас не смотрят конкретно вот вас тебя но тем не менее это вполне реально реально пролезть вашу личную жизнь через веб-камеру вашей вашем компьютере об этом как бы говорилось уже много раз и вот вчера я смотрела передачу я обожаю андерсон андерсон купер американский как журналист не он всегда на каналах cnn всякая разная у него три программы вообще замечательных оказался что гей ну что поделаешь флаг ему в руки я его все равно обожаю люблю заразительный смех и он недавно признался открыл как сказать выпустил это на свободу сказал да я гей и очень я очень мне очень комфортно быть геем он говорит и судите не судите но я вот так вот молодец ну ладно дело не в этом я думаю что была бы прекрасная пара он гей любит мужчин и элен шоу она замуж вышла женилась на известной актрисе то есть девочка девочка мальчик с мальчиком я думаю что вот элен и этот андерсон они были бы великолепной парой такие умнички но что поделаешь она любит девочек он любит мальчиков ладно дай бог им здоровья и счастья но я бы этого андерсона копера чуть-чуть влюбилась такой классе он маленький такой худенький такой седой ну умница живтик такой просто я его обожаю ладно одна из передач была посвящена педофилам вчерашняя пригласили в студию какого-то там нехорошего педофила который сейчас темно неважно я это опущу как он там с тем чтобы предупредить родителей чтобы такие симпатичные дядьки которые живут рядом с вами они могут быть педофилами к сожалению я бы стрелял сразу на месте даже писать без судов и следствий застали с ребенком сразу стенки и и расстрелу этого этого мне этого мне говорит говорят гены необыкновенное чудо когда царь прибегает это не я это мой прадедушка который ругался это не я это моя прабабушка которая там всякая разная так и я сейчас расскажу итак и тут в студии присутствует мать одной девочки которая как бы недовольна что ребенок постоянно сидит в интернете и то есть она как в числе числе приглашенных в студию и вот она поднимается и говорит там траляля вот тут а то то мне вот это не нравится это как это случилось но факт тот что но она видимо не зря была приглашена потому что видимо заранее она должна была участвовать именно с этим вопросом но факт тот что сидит какой-то гений и компьютеры может быть даже и он и не гений совсем не надо быть гением чтобы закачать эту программу чтобы отправить кому-то этот вирус вирус будет пойман откроется компьютер короче гости этот мужчина открывает компьютер говорит вы узнаете что-то за место она такая обалдевший крит это спальня моей дочери пока там на картинке там она говорит он говорит так это вживую если она сейчас придет в комнату допустим вы увидите ее движение то есть это не фотография это же это живая как бы лайв-стрим она конечно у него запали если на лоб он говорит это сделать достаточно легко то есть я посылаю ей какое-то сообщение на этом то ли имейл то ли я уже не знаю как честно она открывает это сообщение и автоматически в этот в это же мгновение загружается вот эта программа которая открывает доступ к ее видеокамере он ведь и все я я могу сидеть и наблюдать за всем что происходит перед камерой допустим она вынесла камеру в столовую это будет как живая картинка как веб-камера из столовой и так далее и так далее родители конечно были в шоке но я об этом знала как бы уже несколько месяцев я когда первый раз об этом услышала тоже было в шоке оказывается когда у вас включена камера будьте готовы к тому что кто-то вас сейчас наблюдает и даже может быть снимает видео это было предупреждение большое по не помню по моему тоже по телевизору рассказывали но там не показывали вот так как мужчина показал тебе но но предупреждение было что нехорошие люди могут вторгнуться в вашу жизнь будьте осторожны вот вот пожалуй все поэтому будьте осторожны если тем более это касается детей если допустим вы хотите поговорить по skype там или что-то вы всегда можете снять этот этот пластырь и поговорить дочка мысль дочка по skype а почему тебя не вижу теперь я забыла снять этот класс то же самое я так думаю происходит и с телефонами потому что в каждом телефоне в современном новом есть видеокамеры поэтому это как бы это как бы ваши ваши дела показывать либо не показывать я тоже вот показываю свою жизнь опять-таки и все пока я не хотела бы чтобы кто-то меня видел как я там принимаю душ или хотя скрывать нечего красота на его африке красота шутю ну все желаю всем удачи очень хотелось бы чтобы это кому-то помогло и просто просто с настоящими сегодняшними технологиями не знаю что будет завтра по всей видимости вообще никакой правеси уже не останется потому что есть такие всякие шпионские штучки можно просто в дом отнести кому-то там вот такую кусечку какую-то там где-то оставить и можно тоже все это видеть поэтому но уже скоро дети перестанут рождаться потому что я знаю что гостиницы и не знаю а слышала о том что во многих гостиницах стоят камеры потому что были судебные дела какой-то там какие-то там идет и ставили работы работы в гостинице ставили видео на запись видео и потом они вот это это не это не не руководство гостиницы а кто-то там допустим кто убирает комнатах либо кто к нему приходит ставят это как бы маленькую такую установочку которая берет эта малюкусенькая камера и снимают видео там потом загружают на порно сайты на этом зарабатывать и поэтому надо быть очень осторожным гостинице не не или без света если вы не хотите попасть на все на всеобщее обозрение ну вот и все всех люблю целую удачи пока пока